Владислав, прошу вашего внимания. Я весь во внимании. Смотрите, поскольку я благодаря этому хорошему человеку отыскал оригинальную схему АМС-ТФ2, и я данную схему пересобрал не с использованием поливых, а с использованием самых полноценных ламп. 12 АИКС. И на самом деле оно звучит куда-то, в резерве. Ну, это получается ламповый звук в окнах. У меня был транзистор. Вот, да, теперь я купил ламповый АМС-ТФ2. От него рвёт колпак. Всё верно. Да. Как говорил Саша, ключ всем рулит хаэндовские лампы. Да, если бы не ограничение, какое-то финансовое ограничение, покупал бы, я бы, не знаю, вся бояребаза бы заставлена была бы кабинетами, лавалампами, приампами. А вот у покойного Виталия Николаевича Рымбоза была лавалампа. Вот её никак нельзя приспособить к примочке, эту лавалампу. Она будет создавать только антураж. Не, на самом деле только антураж. Её можно на сцену вытаскивать, и большую бы, где она будет. Ну, типа лавалампа. Ну, по-другому не надо играть Пин Флойд, там, что-то такое. Так что приобретайте лавалампу. Они дадут вам тёпло-тёплый звук, тёплая атмосфера, тёплая атмосфера. Это вообще всё у вас осталось. Лавалампа будет светиться, да, не сдавайте. Именно ту теплоту, про которую так много говорят. Примочки оттуда лавалампу. Нет, в самом деле, как же работает лавалампа? Валент, на самом деле в ней жидко и сама по себе передвигается. Определённого цвета, соответственно, заставить её под определённый звук, определённую передвигацию, возможно, обычную вибродинамику. Ну, ты сейчас про цветомузыку какую-то говоришь, да? Он цветомузыкант. Цветомузыкант Аниф.